opel antara с ручной трансмиссии привет привет сегодня opel antara 2 и 4 на механике с полным приводом меняем масло в трансмиссии причем во всей трансмиссии все что здесь есть хорошо что везде одно и то же масло примерно нужно full синтетика 75 на 90 g l5 по моему там поэтому 4 литровая канистра ну 100 грамм не хватит ну день мы нацедим если вам надо поменять масло будет только где-то в одном месте там мосту в раздатке выберите там таймфрейм где это есть сейчас будем по очереди везде менять смотрите выбирайте меняйте с нами потому что масло менять в коробках надо не бывает вечных масел еще пока никто такого не придумал к сожалению начнем с самого трудного с заднего редуктора насчет самого трудного я конечно шутил обратите внимание полу открученная это сливная пробка вот эта заливная пробка и открутил уже начинаем сливать пока она будет стекать можно убрать металлические запчасти от редуктора которые прилипли к магнитной пробке масло стекло пробка почищена антоки скажем что все было ништяк что там не было пол килограмма металла редуктор как новенький потом после подвесного чуть с инфарктом не слег а тут еще здесь все используется шестигранник на 10 и заливной и в сливной смотрите надо вставлять его полностью иначе найдете себе приключение сорвете шестигранник сливная затянуто можно заливать масло пол-литра напоминаю еще раз у меня есть вот такая небольшая вытеснительная емкость из старой бутылочки сделано объем примерно 0 5 и как раз по шлангу вытесняется туда жидкость трансмиссионная всем остальным у кого такого приблуды нету ну я могу только пожелать терпения потому что какой-то умник сделал заливное окно как раз напротив болта а может мне так повезло и просто редуктор повернулся болтом прям к окну в общем при попытке дать большой напор просто масло начинает вытекать оттуда так потихонечку залил я пол-литра кой как ну а вам терпение денег нет а вы держитесь плавно переходим к раздатке насколько плавно это получится непонятно открученный болт это заливной болт не до конца открученный это сливной именно раздатки ориентируйтесь по карданному валу он как раз рядом в раздатке чистотень даже врать антону не придется да и пробка почти чистая пока затекает в раздатку займемся коробкой все ищут ищут найти не могут вот пробка сливная найти не богатым потому что она замаскирована похоже на вот эти она подключена 13 и само собой уже сорвана предыдущим хозяинам придется делать грани и опять немножко металла вот и все 0 8 литра честно и зашли в раздатку теперь коробка масло я уже стил пробку закрутил снова можно заливать опель меня порадовал заливная пробка а вот она заливное отверстие ну наконец-то хоть куда-то можно легко залить масло не напрягайся не выпендривались и когда терпение кончалось пришел антон и сказал что нет переднего редуктора нихрена у этой машины просто коробка стал с пробку закрутить и все смена масла закончена